Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в клинической больнице номер 123, где совсем недавно в физиотерапевтическом отделении появилось новое оборудование. А какое и какие теперь заболевания можно здесь лечить, нам расскажет заведующая физиотерапевтическим отделением Аминат Дзянудиновна Абасова. Здравствуйте, Аминат Дзянудиновна! Здравствуйте, Мария! Ну рассказывайте, делитесь радостью своей, что за новый аппарат появился в вашей больнице и теперь какие преимущества появились у пациентов? У нас появился аппарат «Оптимус ПРО», который называется ударно-волновой терапия с электромагнитной стимуляцией. Это инновационный аппарат. До сих пор работали на ударно-волновой терапии и получали хорошие результаты. Этот аппарат более совершенный, более современный и отличается тем, что эти два метода лечения, ударно-волновая терапия и электромагнитная стимуляция, в одном аппарате применяются одновременно, одно за другим и получаем более эффективные результаты. Самое первое, что мы получаем, работая на аппарате ударно-волновой терапии, это знают и доктора, и пациенты, это обезболивающий эффект. Любая боль, любой локализация, за исключением головы и брюшной полости, является показанием для лечения на этом аппарате. В первую очередь мы избавляем пациента от боли, облегчаем его состояние, улучшаем качество жизни. А дальше, работая этим же методом ударно-волновой терапии, мы пытаемся за более длинный срок лечения избавить от причины заболеваний, которых очень много для боли. И дополняем этот метод лечения электромагнитная стимуляция, которая в свою очередь усиливает этот эффект ударно-волновой терапии, в то же время имеет свои показания отдельно, как методу лечения. Аминат Заянодина, каким пациентам, с какими заболеваниями показаны эти процедуры? Процедура ударно-волновой терапии показана всем больным, у которых заболевания суставов, всех суставов, начиная там тазобедренные, коленные, голеностопные суставы, плечевые, ну все существующие суставы. При воспалении показана эта процедура, потому что эти болезни сопровождаются болями. Заболевания позвоночника, остеохондроз, дорсопатия, грыжа, протрузия, все проявления заболевания позвоночника являются показанием для ударно-волновой терапии. Дальше для ударно-волновой терапии при различных хронических заболеваниях образуются уплотнения в организме, так называемые болевые триггерные зоны. Вот если они есть, тоже применяется этот метод лечения. Для электромагнитной стимуляции это вот самая как бы новая физиотерапия заболевания нервной системы, сопровождающиеся так же болями и, к сожалению, такие серьезные заболевания, как инсульты, сопровождаются гемипорезами, порезами. Вот в данном случае электромагнитная стимуляция, это тоже очень эффективно. Как он работает? На что воздействуют эти волны? Значит, ударно-волновая терапия – это спектр инфракрасных лучей, которые в природе существуют в очень ограниченном количестве. В данном случае в нашем аппарате компрессионный метод лечения действует вот просто чудесно. Разрушают плохие больные клетки в организме и стимулируют рост здоровых организмов за счет усиления кровообращения. То есть, получается, волны нацелены только на пораженные клетки? Да, абсолютно верно. Их уничтожает и способствует восстановлению нормальных здоровых клеток в организме. Примерно каков по длительности курс лечения? Если мы хотим получить только обезболивающий эффект, мы можем его получить даже за одну процедуру. Одну, максимум три процедуры больной избавляется или острая боль уходит сразу. Если это проявление хронической боли, эта боль может возобновиться, вернуться. Поэтому нужен курс до 10 процедур для того, чтобы ликвидировать причину заболевания. Если мы хотим, кстати, можно и для профилактики этот метод лечения использовать, улучшить кровообращение в тех тканях, где, возможно, мы предполагаем образование каких-то отложений, изменений, ухудшения, просто возрастные какие-то изменения сосудов. Поэтому курс максимум 10. Если для общего оздоровления этот курс можно повторить. Профилактических целей, если мы говорим о профилактике. Для профилактики курс очень короткий. Три, максимум 5-6 процедур. Насколько хватает этого эффекта и как часто необходимо повторять этот курс? Или можно сделать один раз и, в общем-то, забыть об этом? А если исходить из данных литературы, этот курс на долгие годы, то есть если мы полечили длительный курс 10 процедур, ликвидировали причину болезни, к примеру, пяточная шпора, очень частое показание для ударно-волновой терапии, избавились от шпоры, 10-15 лет мы получаем результат и больше не вспоминаем по причину боли. Если мы полечили 2-3 раза, убрали боль, а источник, причина боли осталась, курс, возможно, придется повторить через год, через полгода. У кого как. Поскольку лично мы только начали работать на этом аппарате, вот пока не могу сказать, как, но по литературным данным... Вы будете в любом случае ввести пациентов, смотреть, как и что будет дальше развиваться уже после лечения. Конечно, будем анализировать личные свои результаты. Амината Зеленодиновна, как к вам можно попасть, по какому направлению, как это правильно сделать? Или врачи уже знают, что поступил такой аппарат и могут направлять пациентов? Или, может быть, сами сейчас телезрители, кто страдает какой-то боли, могут к вам обратиться? И, в общем-то, уже здесь вы на месте соберете анамнез. Как вот проходит вся процедура? Расскажите. Значит, как только мы получили этот аппарат, мы провели прекрасную, красивую презентацию в нашем коллективе. Наши доктора все об этом знают и с удовольствием направляют ко мне на консультацию. И я отбираю на лечение. Мы очень активно в течение уже второго месяца работаем. А все остальные жители нашего города, нашей области и в ближайших районах могут обратиться по телефону в отделение платных услуг нашей больницы. Их запишут по времени, они приедут. Если нужна консультация к нам, физиотерапевтам, если уже как бы к другому медицинскому учреждению доктор порекомендовал, то сразу на процедуру могут записаться. Но при этом должны быть на руках какие-то анализы, может быть, снимки, история болезни, выписка из карты? Обязательно. 21 век, поэтому, конечно, мы без обследования больных не берем. Рентген, обследование сустава, двух проекциях, как минимум. А еще лучше магнитно-ресонансная терапия, компьютерная диагностика. Все это доступно в нашей больнице. Если есть у пациента на руках, мы сразу проведем лечение. Если нет, проведем эти методы исследования, поможем. Конечно, хочется еще понять, насколько эта процедура безболезненная и насколько длительна она по времени. По ощущениям болезненности, ну вот поработав некоторое время, иногда больные вообще не чувствуют боль. Там, где наболело, там, где болит, вот этот метод ударно-волновой терапии, как бальзам на душу. То есть больные тут же избавляются от этой острой боли и счастливые встают, уходят. Если боль сопровождается еще острым воспалительным процессом и возникла недавно, то есть на уровне диагностики, иногда процедура болезненная, ощутима эта боль, но и в то же время она всегда регулируема врачом по показаниям. То есть мы можем начать с малых показателей в аппарате. Все это регулируется, все очень удобно. И потом выйти на более высокие параметры. Поэтому боль вполне терпима, если она есть. Но она не всегда есть. Процедура длится очень недолго, от одной минуты до трех на одно поле воздействия. Плюс еще магнитная стимуляция, если нужна максимум до пяти минут. В общем, до десяти минут мы можем на одно поле воздействовать и избавиться от боли. То есть так кратковременно, но так эффективно. Да, абсолютно верно. Уникальный аппарат. Вы, наверное, счастливы. Ваше отделение довольны, что получили новую больную. Наши пациенты очень довольны. Давайте еще раз в конце нашей программы перечислим те заболевания, которые можно лечить с помощью ударно-волновой терапии. Самое распространенное заболевание это пяточная шпора, сопровождающая острейшими болями и мучается очень много людей. Далее заболевание суставов. Чаще коленные суставы, реже тазобедренные суставы, голеностопные, локтевые, плечевые, плечи лопаточные, периартрит очень часто сопровождается болями и ограничением движения. То после первой процедуры пациент поднимает руку, которая годами как бы плоскованная. Заболевания позвоночника, остеохондроз, дорсопатия, протрузия, грыжи позвоночника, сопровождающиеся болями. Все эти болезни являются показаниями артроза мелких суставов. В общем, все заболевания, связанные со связочным аппаратом, очень широко применяются в травматологии. Плохо заживающие переломы костей. Конечно, мы эту процедуру не делаем на место перелома. Охватывая конечность ниже, выше, улучшая кровообращение, мы способствуем быстрой ликвидации перелома, быстрому образованию мозоли способствуем костной. Значит, есть показания при сахарном диабете. Диабетическая стопа. Та же цель улучшения кровообращения, за счет этого ликвидируются язвы трофические, если они есть. Любая локализация нарушенная, язвы, другие изменения ткани способствуем заживлению. То есть практически все органы охватываем. Единственное, на что нельзя, это на голову. Исключение составляет вот этот сустав, верхний, нижнечелюстного сустава, туда можно. И на брюшную полость не рекомендуется. Все остальные органы и ткани при болях избавляем, помогаем больным. Спасибо вам огромное. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok